Всем здрасте, господа, и сегодня у нас с вами опять разговор пойдет о трейдах и рынке свободных агентов. В принципе, наверное, основные мувы уже состоялись, какие-то из них были хитрые, какие-то интересные, а какие-то достаточно спорные и глупые. В общем-то, сегодня постараемся обо всем об этом поговорить, если что, это первая часть подобных и эдаких итогов. Если хотите увидеть вторую, ставьте большой палец вверх прямо сейчас, напишите в комментариях «Хочу вторую часть», и тогда будет вам вторая часть. Давайте 7 тысяч лайков набираем, и будет вторая часть. Но пока я надеюсь, вы пишете в комментариях, что вы хотите увидеть продолжение и вторую часть, я хочу вам сказать, что самые черные дни и самая черная неделя на Фанки Данки продолжаются. И на самом деле эта часть самая сладкая, потому что это финальная распродажа, до конца которой осталось, между прочим, всего лишь 5 дней. Прямо сейчас на сайте Фанки Данки минимальная скидка в размере 20% распространена аж на 98% ассортимента, от шапок до самых топовых кроссовок. И не забывайте, что 20% это, пожалуй, самое маленькое, что вы найдете, там есть и 50 и более. Поэтому прямо сейчас я вам, как всегда, рекомендую переходить по ссылочкам в описании на сайт к ребятам из Фанки Данки. Затариваться только 100% оригинальным баскетбольным и не только стафом. Не забывайте, что дополнительная скидка в 5% специально от меня по промокоду BLACKFIVE все так же продолжает действовать. Поэтому досматривайте обзор и бегом туда, потому что все могут разобрать. Камон, ссылочки выписать. Начнем, наверное, давайте не сразу с главных ребят, кто в большей степени знатно так вступил в большую кучку дерьма в этом межсезонье, ибо это было бы слишком просто и слишком неинтересно. А поговорим, например, для начала про тех, кто оказался в большей степени в выигрышном положении. И начать хочется тут с Лейкерс. Действующие чемпионы, команда, считающаяся одной из лучших в оборонительном плане по итогам прошлого сезона, в этом межсезонье провела на самом деле большую работу. Они убрали из состава Двайта, заменив его Мондразом Херлом. Добавили бы минималки Газоля, который должен теперь давать вариативности больше в позиционном нападении, и который должен будет, по идее, исполнять роль постоянной угрозы как под корзиной, так и при высоких пик-н-роллах и пик-н-попах. Переподписали Кентавиуса, привели Мэтьюза, укрепив еще сильнее свои защитные качества, заменили Ронда на Шрёдера, переподписали Маркифа Морриса, и по сути теперь они входят в новый сезон в статусе еще большего фаворита, нежели чем в прошлом году, что очень и очень круто, согласитесь. Единственное, чего, правда, пока не сделали LA, это не решили вопрос глобально с Дэвисом, который на момент записи выпуска все еще просчитывает наиболее выгодные для себя варианты и ожидает того, что сделают, может быть, еще Лос-Анджелес Лейкерс. Что сделает Янис и что сделает, например, Адебайя. Хотя тут, конечно, все после сегодняшнего дня становится ясно, он с Майами остается надолго. Проигравший же во всей этой истории неожиданно Клиперс. И нет, дело тут вовсе не в том, что они совершили меньше ярких мувов с переходами, а в том, что усилиться им на фоне Лейкерс особенно-то и не получилось. Да, пришел отлично и Бака, который заменит Мантреза, даст командный химии, так как кормить пениса Микавай мог только он, а это дорогого стоит. Да, пришел Кенард замену Шемету, но был отпущен при этом Джамайкл Грин, плюс замена Дока Риверса на Тайронулю тоже пока не ясно, как вообще может сыграть в долгую. Да и сейчас, в общем-то, многие инсайдеры говорят, что обмен Лу Уильямса тоже где-то не за горами. Поэтому, если брать в сравнении с главными, опять же, конкурентами по конференции, то мне кажется, что Лак провели гораздо менее плодотворную работу, нежели пурпурно-золотые пока что. Принесет ли это хороший результат на выходе, тоже пока не ясно, но ясно одно. Они в списке худших в моем лично далеко занимают не самый топ рейтинга, поэтому идем далее. Еще одними однозначно победителями этого межсезонья можно назвать парней, вышедших из драфта 2016 года. Даррен Фокс, Джейсон Тейтум, Донован Митчелл и Бэм Адебая. Мои вам поздравления. Каждый из этих молодых игроков сумел за отведенное им время в ассоциации отлично себя проявить, чем, собственно, они заслужили не только признание фанатов от своих команд, но и максимальные новичковские контракты. Говорите о размере каждого из них и оценивайте, стоило ли оно того или нет. Каждому из клубов мы сейчас с вами точно не станем, чтобы не терять на это время. Да и в целом там на самом деле все в принципе заслужено. Хотя, если считаете иначе, напишите об этом в комментариях. Плюс, кстати говоря, Брэндон Ингрэм. Он хоть и не был выходцем из драфта 2017 года, а залетал в лигу на год пораньше, в 2016. Его мы с вами тоже можем полноценно поздравлять. Он с Pelicans подпишет максималку суммы в 158 миллионов на 5 лет, что для него и в принципе Пэлс тоже очень и очень неплохо. Особенно учитывая факт того, что еще несколько лет назад, когда он находился в Лейкерс, особо на него никто, в общем-то, и не ставил. А сейчас, по итогам прошлого сезона, он у нас самый прогрессирующий и сейчас получается 158 на 5 лет. Почему бы нет? Очень хороший прогресс. Ингрэм на самом деле себя очень достойно проявил. А вот уж кого точно нельзя назвать победителями этого межсезонья, это, к сожалению, Милоки Бакс. О, да. Одна из самых доминирующих команд на Востоке и в целом по NBA в регулярках. Дважды подряд в своих постсезонах терпит неудачи. И, казалось бы, переходы Холина и Богдановича всю эту ситуацию могут нивелировать и даже в корне изменить. Притом не только в лучшую сторону для коллектива в целом, но и персонально для Яниса, который все еще выжидает, но Супермакс свой пока не подписывает. Однако, хрен там плавал. Богдана, как вы знаете, по тупости руководства Кингс Олени потеряли. Да, в приобретениях остаются Джру, Брин Форб, Стори Крейг, Диджи Агастина и Бобби Портис, но, как по мне, с учетом отданных активов и без Богдана, полноценным данное усиление назвать не получается. Да, по глубине местами стало лучше, но не настолько, чтобы мы прям могли сказать «Вау!» Нас ожидает блестящий сезон от Яниса и компании. Плюс история с Богданом, конечно, портит все максимально сильно, ставя клеймо какой-то неудачников на Милоке еще даже до того, как все обмены у нас полноценно состоялись. Бывает и такое. А вот у Атланты, куда как раз-таки Богдан и свалил, все стало напротив только лучше. На самом деле, в этом межсезоне ястребы были подозрительно активными. Они постарались подготовиться к старту следующей регулярки по максималкам, окружив Янга и Коллин за еще большим количеством таланта в лице наставника Ронда, Криса Дана, Галинари и Богдановича, что с учетом выбора Аньека Оконгу на драфте дают неплохую, в принципе, такую надежду на то, что постсезон на этот раз сможет покориться команде из Атланты. Их трехлетняя засуха без плей-офф наконец-таки будет прервана. Кстати, к Атланте, как и в прошлом новостном, в котором мы подробно рассматривали все состоявшиеся трейды на момент выхода выпуска, я смело плюсую еще и Феникс Санс. Если вы не смотрели, ссылка есть в описании. Обязательно перейдите и гляньте. В принципе, все еще находится пока в актуале. Я уже готовлю подробный материал по будущему Golden State на грядущий сезон. Выйти он должен, ну, где-то буквально в конце этой недели, однако сейчас, забегая вперед, скажу, что даже с учетом Ванамейкера, Келли, Убра, Кента Бейзмара, подписания которых считать можно больше вынужденными с учетом сложившейся ситуации, но при этом неплохими, по факту Golden State лишаясь Томпсона лишают себя отчасти и огромного количества шансов на то, что регулярка 20-21 станет для них какой-либо триумфальной. Клей, повреждая правый ахилл, перечеркивает себе еще один карьерный сезон, возможно, перечеркивает будущее всей династии воинов, и пока что тут добавить особо-то и нечего. Точнее, конечно, есть, но всех карт я раскрывать не стану. Дождитесь выпуска. В минувшем новостном мы с вами данную команду не затрагивали, и спасибо многим из вас, что напомнили мне об этом в комментариях, потому что на самом деле Блейзерс очень как-то тихо, но при этом аккуратно и очень неплохо провели свое межсезонье, заполучив обратно Кантеры посредством обмена с Элтикс, получили Деррика Джонса-младшего, Родни Худа, Гэри Джайлза и, самое главное, Роберта Ковингтона, отправив в обратном направлении бедолагу Тревора Аризу. Вообще, на мой взгляд, появление Ковингтона в ростере Блейзерс сейчас является, ну, наверное, одним из самых главных усилений для команды Дэйма, так как, наконец-таки, Деррина под названием «Универсальный защитник фронткорта» у них будет закрыта, и, по сути, если более никаких движений Блейзерс совершать не будут, то глубина их скамейки явно становится лучше по сравнению с прошлым сезоном. Нуркич восстановился. Кантер, который сезон проводил, исполняя частично роль стартового-центрового, по идее, должен прибавить и более уверенно выходить с бенча. Мэла полноценно показал, на что способен, и неудивительно, что ему предложили новое соглашение, а он уже, если что, вовсю готовится к новому сезону, так что за Портланд можно смело ставить лайк и порадоваться. Теперь их дуэт в лице Дэйма и Си Джея действительно окружен более качественными ролевиками и игроками со скамейки, поэтому ожидаем от них хорошего выступления по сезону, и, я надеюсь, по постсезону тоже. Пока что Вашингтон, как, к слову, и Бостон с Миннесотой, сложно относить к какой-то конкретной категории либо неудачников, либо победителей. Все потому, что каждый из них, пока особенно важным на рынке свободных агентов, ничем и не отметился. Да, Кельт, конечно, отпустили Хейверда, который, по сути, сам отказался от своей опции, скорее всего, обиделся на Энджа за желание слить его пейсерс, отказался от ста с лишним миллионов, которые ему предлагали как Бостон, так и Индиана, и ушел на 120 в Шарлотт, команду, где перспектива попасть в постсезон, все так же туманно, как и последние несколько лет. Конечно, к команде Кельтов присоединился Тристан Томпсон, и вроде бы это неплохо, но тот ли это центр, при котором можно сказать, что Бостон прям закрыл нужду теперь на 100% в большом, мне кажется, что нет. Только не пишите, пожалуйста, что та, как теперь станет опорой для зеленых, ибо мир просто еще не готов к такому, но в остальном, либо Эндж еще что-то задумывает, либо самое яркое пятно в этом межсезонье для них, так и останется выдача максималки Тейтему, а с центром все так же будут оставаться проблемы. Вашингтон. Касаемо этого коллектива, все, что сейчас хочется дополнить по сравнению с прошлым выпуском, который, если что, есть по ссылке в описании, это А. Дэвис Бертон, сохранение которого стало приоритетным для Вашингтона, получил 80 миллионов на 5 лет. Многовато, конечно, с учетом того, что неясно, как он себя вообще проявит, если выдастся шанса выйти в постсезон, хотя, зная, опять же, моду на шутеров сейчас, и то, сколько заплатили тому же Хэрису в Бруклине, цифрам этим удивляться, ну, наверное, не стоит. И Б. Оказывается, Уизардс, как рассказал Томми Шепард, не собирается пока отпускать никуда Джона Уолла вообще, или вообще что-то предпринимать по его судьбе, пока они не увидят их дуэт с Брэдли Биллом в действии и на паркете. Так что отбой, скорее всего, по переходу его в Рокетс на Высброка пока временный. Да, отношения внутри коллектива, скорее всего, дали трещину, но глобального провала все еще пока не случилось, да и сам Джон Уолл вдруг начал неожиданно отмалчиваться от вопросов по своему будущему, просто их игнорируя. А вот мы с вами и подобрались к двум коллективам, которые однозначно можно назвать уже сейчас самыми большими лузерами текущего межсезонья. Пока, правда, но вряд ли что-то изменится. Начну с коллектива, который еще не был в наших новостных обзорах. Это Детройт. Тут как бы я вообще не понимаю, что пошло не так, и в какой конкретный момент, хотя нет, в какой конкретный момент уже стало понятно, но похоже, что Поршни решили по аналогии с Никс или Рокетс, но только от обратного выстраивать теперь свой ростер, внимание, сука, из просто форвардов и центровых. Не верите? Смотрите. Понятное дело, что там сменился ГМ, роль которого теперь занимает Трой Уивер. Понятное дело, что для него это первое межсезонье, но как можно было позволить ему собирать состав, в котором теперь из разыгрывающих будут только Роуз, выбранный на драфте Хейс и Райт? Я фиг его знает. Неужели никто не предупредил Уивера, что Дерек уже далек от своей формы 2008-го, и что гонять его на постоянной основе в кассете главного ПГ это, ну, такое себе занятие? Райт не мог нормально заиграть в Далласе, и чего теперь от него стоит ожидать в Пистонс, пока тоже не ясно. Хейс, ну, он туманен по одной простой причине, он новичок. Тут все будет зависеть от его характера и в большей степени желания, и пока тут более сказать нечего. Плюс контракты. Джереми Грант, который однозначно был неплох в Денвере, получает неожиданно 60 на 3 года. Мэйсон Пламли 25 на 3. Пламли с его-то статистикой. Просто, чтобы вы понимали масштаб бествия, Трес и Бака и Тристан получают не сильно больше, всего лишь на 2 миллиона плюсом, за куда более внушительные цифры и имеющийся у них набор навыков. А тут, ну, явно крыша уезжает куда-то в область дна турнирной таблицы, где, скорее всего, Детройт окажется. Плюс бонусом сюда еще стоит добавить Окафора и Тони Брэдли. Все большие, все без дальнего, все медленные, и что теперь с ними делать, знает, походу, только Уивер. И то не факт. По итогу, Детройт сейчас имеет дикий дисбаланс по позициям игроков. Два, как минимум, оверпрайснутых контракта, двух очень травмоопасных игроков и желание, типа, вот совсем с этим, пойти куда-то в грядущий чемпионат. Я не знаю, на самом деле, на что, в принципе, они могут рассчитывать, когда теперь платежка забита, шансов с таким ростером на что-то мало, что автоматам не дает возможности развиваться нормальным молодым игрокам, пиков нету и, самого главного, нету понимания того, что две подобные модели ранее уже не прошли проверку боя. Наверное, кому-то следовало еще раз не наступать на эти же грабли, но нет, походу, наступили. Вторые неудачники — это Хорнет. Тут пару слов. Они переплатили в этом году Хейварду, они в прошлом году переплатили Розье, который лайкает твит и теперь, где пишут о его, возможно, переходе в Клиперс. Они выбрали себе Ламелла, от которого неясно чего ожидать. У них есть Девон Тегрэм, выкинутый Батюм, которому ранее 27 миллионов платили, и легендарный Бисмак Биомба. Чего стоит ожидать от этой команды? Мне кажется, что ничего, потому что когда ты делаешь ставку в 120 миллионов на парня, история травм которого длиннее, чем половина игроков в ассоциации, ну, наверное, стоит призадуматься над сменой менеджмента. Однако история с Батюмом ничему не научила. История с Кидом Гилкристом на драфте тоже ничему не научила. И знаете что? Хрен бы с ним. Это теперь пускай остается заботой Майкла Джордана, ему возиться с этим детищем, и надеюсь, когда-нибудь у него что-то получится слепить вменяемое из Хорнес. Но пока, видимо, видимо нет. В заключение хотелось бы вам напомнить, что по ссылочке в описании вас ждет еще и мой Инстаграм, где находятся самые свежие инсайды, происходящие в NBA, поэтому подписывайтесь и туда. Ну а на сегодня у меня, пожалуй, все. Ставьте большие пальцы вверх, если выпуск вам понравился. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить свежих роликов. Услышимся и увидимся с вами, как всегда, совсем скоро. И всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok